...и не падает какое-то определенное время. И нам нужно выяснить зависимость этого времени от этих параметров, как вес шарика, размер его и каких-либо внешних условий. Давайте начнем рассмотрение с того, что распишем силы, действующие на этот шарик. На него действует кулоновская сила, сила тяжести, которая действует как на воздух, находящийся внутри шарика, так и на оболочку, сила архимеда и сила реакции опоры, ну, в нашем случае, сила вовремя потолка. Так как у нас шарик наполнил тем же воздухом, мы считаем, что и окружающая среда, то у нас сила архимеда равновешивается весом воздуха, находящимся в шарике. Условия отрыва шарика от поверхности — это сила реакции, она нулю. Следующая у нас полнатурная сила опоры, она равна силе тяжести, действующей на оболочку шарика. Для рассмотрения данного зрения будем считать шар равномерно в заряженной сфере и в диэлектрике. К тренеем по голосу мы сообщаем ей какой-либо отрицательный заряд. И, исходя из этого заряда, мы можем рассчитать потенциал из сферы. Понимая архимеда потенциал на бесконечности равен 0. А теперь, так как у нас сфера подносится к потолку, который является диэлектриком, у нас заряды на потолке будут положить. И, соответственно, мы будем считать поверхность, находящуюся над шариком, равномерно заряженным диском, радиус диска и радиус нашей сферы. И, соответственно, они будут совпадать. Тогда елку-месау мы тоже можем поднимать. Теперь немножко о механизме, который позволяет зарядную стекать с шарика. Резина у нас является диэлектриком. И, так как она является диэлектриком, у него достаточно очень высокое сопротивление. Существует такое мнение, что зарядка с шарика спадает в виду электропроводности влажного воздуха с увеличением влажности. Но, на самом деле, это не так. Причиной испекания, конечно, является влажность, но не проводимость воздуха, а тонкая пленка из влаги, которая образуется на поверхности сферы. И которая, благодаря электроэлектрическим ионам, способствует току заряда с поверхности сферы. Так, в результате, если у нас увеличивается влажность воздуха, у нас увеличивает сопроводимость материала. На поверхность. Вообще говоря, при влажности менее 60% заряды могут очень долго держаться на поверхности нашей сферы. Поэтому мы будем считать, что она у нас превышает эти 60%, чтобы как-то все-таки найти это конечное время стекания заряда. Пусть у нас есть какая-то сфера. Сфера у нас обладает поверхностной проводимостью. Образован полученной поверхностной проводимостью, которая возникает ввиду наличия пленки из влаги на поверхности сферы. У нее мы можем отлицать уравнение 2, где напряженность поля поверхностного равна удельному сопротивлению на поток заряда по поверхности. Далее мы рассматриваем малый кусок материала нашей сферы и на него рассчитываем удельное поверхностное сопротивление. Удельное поверхностное сопротивление мы считаем известным и сейчас мы находим сопротивление всей сферы, исходя из ее размеров. Затем мы записываем закон Ома для сферы. Заряд у нас начинает переводиться в движение благодаря разности потенциалов между потолком и сферой. За счет этого материала потенциалов он спекает. Ответом, здесь приведен расчет общего сопротивления сферы. Из условия, что у нас сила клона равняется силе тяжести действующей на оболоне, мы можем найти какой-то конечный заряд. При значении заряда меньше которого у нас сфера начинает упадать, потому что просто силу клона не выдерживает нагрузки садовая на оболочку. Соответственно, мы записываем ток, как производное положение силы тока, лишаем финансовое мнение и получаем данное соотношение. В свою очередь, поверхностное удельное сопротивление сильно зависит от влажности. Как видно из графика для резины, оно сильно начинает падать после 60%. Ну и мы немножко посчитали, провели несколько экспериментов. Сложно получить в комнате достаточно высокую влажность, поэтому шарик висит такое положительное время у порядка 10 часов. Можно, конечно, пользоваться поляризатором, всячески, например, чайник, нагреть, поднести. Но данная формула справедлива при постоянно поддерживаемой влажности. Ну и мы провели исследование, и они показали, что время, за которое шарик успевает оторваться от потолка, зависит от радиуса этого шарика, от толщины и массы его оболочки и относительной влажности его. При этом, если толщина и массы оболочки зависит обратно пропорционально, то от размеров и влажности зависит прямо от размеров. Тоже прям пропорционально от влажности и обратно. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Уважаемые аккаенты, есть ли у вас вопросы уточняющие? Как я понял, вы здесь рассматриваете течение тока вдоль поверхности и ток у вас течет, получается, с шарика стекает на потолок. Так, понятно. Можете показать инструментальный слайд? Вот у вас два параметра, это два измеренных... Добавил сриняющим, а уже один измеренных, у нас остался меньше. Но вы у нас забываете, это 4, 5 кем点 и ток у вас высоко. У нас все методы влажн automation. А я не покажу, что у нас есть влажность. У нас есть влажность и отечет току.